итак привет уважаемые друзья подписчики с вами как всегда я лёха смертник и сегодня вместе с вами поиграем в evil inside что переводится у нас примерно как зло внутри продолжаем наше вечернее хоррор шоу так сказать это у нас скажем так демо версия называется evil inside пролог ну ребят если она вам зайдет то конечно же можно будет спокойно купить полную версию и я ее для вас сниму все зависит только от вас и от ваших комментариев ребят поэтому те кому нравится хор и быть добры нажмите на лайк а мы тем временем приступаем для наилучшего игрового опыта советуем играть наушники выключенным цветом чем я и занимаюсь я снимаю 10 часов вечера у меня очень темно у нас теперь срочные новости с севера орегона из места приступает прямой эфир нашей репортёжи мэри джейн андерсон и видимо глаза у меня лопнули на этом моменте и 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 Здорово, Марк. Давно не болтали. Твою мамку до сих пор жалко. Но это уже было давно, как бы уже месяц прошли. Да-да, извини. Слышь, ты умеешь связываться с духами? Да, а что такое? Мне нужно связаться с мамой. Здравствуйте. Мам, ты что ли? Ё-моё, это что здесь такое происходит-то, а? Мам, ты как-то странно выглядел. И накрасилась что ли сегодня? Непонятно. Так, ну ладно. Моя мама помилая, и отец все вместе остается лишь неприглядным за своим младшим братом. Мам, доброе утречко, мам. Я тут погуляю, ничего. Ладно, погуляю немножечко. Мама. Мама. Ты сама мне пожрать приготовил? Мам, подожди, ты, видите, умерла, как бы. Запеканочка моя любимая. Джеки? Младший брат. Джеки, а ты, кстати, где? Блин, у нас просто одно все время был такой здоровый, что мне кажется, я забыл, где ты в какой комнате. Так, может, здесь еще что-нибудь интересное есть? Блин, газетки новые давники не завозили. Журнальчики бы какие-нибудь занесли. Ну ничего, похожу, погуляю. Какого лешего здесь вообще происходит? И почему второй голос какой-то изнутри меня говорит? Опять я к своему психиатру не сходил. Илюстер выглядит, как будто повешали кого-то. Надеюсь, не меня. Можно я поеду? Я с друзьями вообще договорился там футбольчик посмотреть, все дела. Еще и закрытое все. И почему я хожу кругами? Что я пытаюсь сделать вообще собственно? Ладно, пойду назад. Или не пойду назад. Че, из-за? Какого? Меня на минуту вырубило теперь? Как-то я тут очутился. Подожди, я должен был сказать, это минут пять назад. Почему я это сейчас говорю? А, ну у меня поздное зажигание. До меня поздновато это немножко дошло. Красивая картина, кстати. Вообще, б с окна бы кто-нибудь выглядывал бы. Ручкой бы махал. Ничего зловещего. Мозочку можешь врубить. Сверху никого нету, да вроде никого нет. О, дверь открылась. Замечательно. Лиди с пацанами на футбол успеют. Может и не успею. Не знаю пока что. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Ох уж и наш уютный подвальчик. Бильярд тут раньше с батей играл. Пока не посадили его. Все, теперь с друзьями играю. А то мне раньше не давал. Теперь я спрашиваю, ни у кого не надо. Газетки везде. Что-то мне такое чувство, что что-то здесь у меня в доме не так немножечко. Что-то у меня в доме появилось. Я дома уснул, хотел маму вызвать. Не портануло, не повезло. А, ну это сквозняки они у нас здесь постоянно в доме. Вечно были. Какого лешего? Ну это доводчик сработал, сам закрывает. А, ну это ты что? Что? Это мой младший брат был? Подожди, он же там спит. Я еще и в сторону... Ты спишь, малой? Может и пожрать, что принести? Жрать будешь? А, точно, ты же не разговариваешь. Подожди, а как я на футбол собирался? Кто бы за ним присматривал? А, точно, я маму для этого хотел вызвать. С того этого. Чтоб поухаживала хоть за ним. Мам, я на футбол сгоняю, поухаживаешь за ним? Я понимаю, что ты умерла, с кем не бывает. Ты как-то это... Пригляди за ним. Так сказать. Я пока молодой, мне гулять надо. Какая-то текучая атмосферка у нас в доме. Надо освещение побольше сделать. Часики тикают. Не всегда здесь интересовало. У нас вход на второй этаж отсутствует. Поэтому хожу здесь. Не знаю даже, как туда попасть. Ну ничего. Подожди. У нас что, домашний до сих пор? Я же просил отключить его. Нафиг он нам нужен? У нас сотовые давно у всех. Алло? Это может доставка пиццы? Че за люди пошли? Вы в курсе, что исходящие звонки платные? У вас деньги на это снялись. Мам, мам, это ты? Ты завязывай играть. Иди за мелким, пригляди. Дверь опять открылась. Здесь гуляю я. Вот такие вот дела. По дому я хожу. В подвал я захожу. Эт, мамы, я куда-то ухожу. А че с лампочкой? Блин, опять идти лампочку менять. Вот-вот вечно, а? Только собрался пошиковать. Лампочка сломалась и все. Весь бюджет непонятно куда. Уже не пошикуешь. А, точно, это же дощечка, чтобы, блин, духом вызывать. Соберу. Соберу все подряд. Дощечку свяжусь с мамой. Она посидит с мелким. Это ведь ничего, нормально, если призрак моя умершая мама сидит с моим мелким братом. Ну, я думаю, ничего ему не сделает. А я пока на футбол сгоняю. Че ты футбола не сделаешь? А подожди, пандемия же. Так, подожди, я не понял. Мелкий, я тебе сколько раз говорил, если будешь про музыки играть в меня, зови, пожалуйста, я тоже хочу поиграть. Ничего, мужик, им 40 лет, мужик. Что им, походу, кошмарики какие-то снятся. Ну, ничего, бывает, бывает и такое. Паровозик, чух-чух-чух. А что, там что-то где-то было или что? Я на паровозик просто засмотрелся. Блин, хорошо, что исчезну. Пусковер светлый. От крови еще долго оттирать. Начнется, чувак. Музыка какая-то странная играет. По-любому мелкий меня пранкует. Я понимаю, что ему год, так сказать. С юности блогер. Оно ведь сзади, да? Мам? Нет никого сзади. Это все очень и очень сильно подозрительно. Заперто. Не сгонять меня на футбол. Так, а рукой так и не машу-то. Может быть, я в эту комнату смогу зайти. Мелкий, у тебя там все нормально? Ничего не беспокоит? А может быть, здесь еще какая-нибудь часть появилась? Нужно молока принести. На кухню сгонять. Покормить хоть? Нормально. Оставили с ним сидеть, как обычно. Ну что я, собственно, пытаюсь сделать? Двери закрыты. Че ты шатаешься-то вечно? Рисуночки детские. Раз, два, три, четыре, пять. В домик мы идем опять. А может быть, это подсказанка какая-нибудь? Нет, это, по-моему, ерунда полная. Ему код нифига себе он уже что рисует. Или это я ему рисовал? А я не помню, у меня амнезея вечная. Какая ты нагнетающая музыка. Надо это поменять. Но у меня умный дом. Алиса, поменяй музыку, пожалуйста. Картины у меня великолепные в доме. А, вон он че. Теперь я понял. Так, а как мне это? А менять-то как? А как тебя менять-то, родной? А, вот. Все, я понял. Все, сейчас разберемся. Так, а с какой начинать тогда? Так, наверное, с домика. Домик это у нас два. Вот эта штука, бабочка, это у нас... Если не ошибаюсь, девять, двадцать девять. Так, деревце это у нас... А, на деревце это у нас ничего. Что, мне подбирать, что ли? А, подожди, а деревце желтое идет. Я на другую смотрел. Плохо вижу. Двести девяносто пять. И солнышко у нас, по-моему, один. Двадцать девять, пятьдесят один. Давай попробуем. Давай попробуем. Двадцать девять, пятьдесят один. Двадцать девять. Пятьдесят один, отлично. С первой попыткой. Нифига себе, у меня Малой тут кодирует уже. О, ключ нашел. Замечательно, золотой ключ. Явно Васильич постарался. Так, а ключ-то, собственно, отчего? Наверное, от хата. Пойду отсюда. Запер. Так, там комната была, по-моему, справа. Закрытая. Может, туда смогу зайти? Там что-нибудь смогу найти. Ну, что, бы и нет, в конце концов. О, а вот и лезть на второй этаж. Да я забыл просто где. Главное, отсюда не навернуться. А то еще месяц потом валяться придется. Крючки можно сразу замолить. На всякий случай. Подожди, мне ведь не кажется, там вход в подвал. Почему я куда не иду, я в любом случае прихожу в подвал. Кто у нас работал над планировкой? Мне кажется, однозначно Васильич. Ведь там что-то нифига не работает. О, а мне тут по запчасти оставляют каждый раз. Нормально. Скоро так полностью соберу. Что, бы и нет, как говорится. Пойду дальше, погуляю. Я о чем-нибудь, я поразмышляю. Я по дому здесь иду. На светильники смотрю. Вот я дверцу открыв в бою. Вы что, серьезно, что ли? Это что, все? Мне кажется, понимаешь, что это пролог. Ну, как-то должно было быть, наверное, побольше. Вот так, пугающих моментов. Ну, хотя бы под конец, чтобы на меня что-то там выскочило бы. И надпись я ввел на сайт. Но это реально, это очень быстро. То есть, только тут ходить что-то начал. Развлекаться и так далее. А тут бам, и все. Вот, говорит, вам, пожалуйста. Ребята, если хотите полную версию, напишите об этом в комментариях. Снимем, конечно же. А если не хотите, то не снимем. Снимешь что-то другое, какой-нибудь другой кор. Все, на этом все. С вами, как всегда, был я, Люка Смертик. Не, ну реально, буквально было, что, вот ребенок выскочил, один скример, и то, что на полу валялось. Ну, и там парочка, возможно, что-то где-то не увидел, куда-то не туда глянул, и все. Ну, как-то незавершенность какая-то демки. Ну, вот реально, она чувствуется, она есть. То есть, как-то так. Ладно, давайте, увидимся. С вами, как всегда, был я, Люка Смертик. Всем отлично настроить, всем удачи, всем пока. Если завтра ходить в хору, напишите об этом в комментариях. Ну, что, ну, у меня на завтра есть что-то снимать. А вот это, я думал, он реально, он дольше будет. Видите, так уж подумал, покупать, не покупать. Теперь я вообще не знаю, что с этим делать. Ладно, все, давайте, спокойной ночи вам, увидимся. Продолжение следует...